Всем привет, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, Нейлмастерская, Чешевский Кот и я хочу представить вам новинку. Это дополнение к коллекции Перла торговой марки Тортицо, называется коллекция Хэппинис, коллекция из шести оттенков. Кто-то эффекты, кто-то цветовики, но давайте разбираться, поехали! Сегодня я вам хочу показать обновленное дополнение к коллекции Перла. Как вы видите, оно уже в опять вот таких вот модных клевых флаконах, всего шесть цветов. Показывать я буду вам их на прозрачных типсах, чтобы вы сами для себя решили, это эффекты или это все-таки цветовики по укрылистости. Наносится на базу, покрываются тупом. Девчонки один-два слоя, имеют дисперсию, конечно же, запах они имеют, производство Китай, красивый флакон, 10 мл, выходные данные, бесцветная выкраска с номером и номером коллекции. Что касаемо консистенции, девчонки, и что касаемо кистей, в каждой бутылке консистенция разная, обусловлено это шиммером, девчонки. Кисточки такие же, как мы с вами привыкли видеть, обновленные кисти Тортицо, с некоторыми консистенциями эта кисть работает, в некоторых консистенциях эту кисть хочется убить. Давайте посмотрим на первый цвет, я вам только что его показала, это 148, девчонки. Это жемчуг, давайте его нанесем, у него средне подтягивающаяся консистенция. Наношу на прозрачных типсах, чтобы вы сами для себя решили, для вас это будет гель-лак эффект, либо это будет полноценное покрытие. Это первый слой распределения, ровного шиммера там дуриком. А если сравнивать с моей рукой, то ложится более-менее прозрачно, то есть на один слой он может работать как тонировочный поверх цвета шиммер. Второй слой, я выбираю минимум, девочки, на кисти, кисть много не набирает, консистенция с этой кистью работает хорошо. Приятно наносить, никуда не ползет, ни кенгурит, ни пуглит. Более плотный, но все равно достаточно прозрачный, вуалевый эффект, девочки. 149 149, девчонки, это вот такой вот белый в желтизну с небольшим количеством перламутра, более тянущаяся консистенция, козявистый цвет. Умудрилась поработать с ним на клиенте, имеет немножко ярко выраженный запах, ложится достаточно плотно. Но, девчонки, вы понимаете, из-за того, что в нем этот перламутр дуриком, он очень плотный, но плохо самовыравнивается. И на кривом выравнивании все-все-все вот эти вот полосы видно просто вот как будто под этой макросъемкой. Вот так вот он выглядит, когда просох. Как вы видите, мы давали ему разровняться, и все равно вот эта резьба осталась. Давайте наберем минимально на кисть, кисть тоже с этой консистенцией работает прекрасно. Смотрите. И все равно этот перламутр и этот жемчуг не дает вам, он не самовыравнивается, быстро ребра остаются. Но выглядит очень красиво и очень пигментированно. 150 С этим эффектом, а это именно эффект, девочки, лично для меня, вот с такой пастообразной консистенцией, вот с этим эффектом русалки, мы с вами сталкивались в торговой марке Герилактик в коллекции гель-красок Лунар Бриллиант. Я с ним тоже поработала, работаю на клиенте. Но, девчонки, я работаю на выравнивании, поэтому я работаю больше с гель-красками. Хотя и в гель-лайке кисть работает с этой консистенцией прекрасно, и назвать его цветовиком я никак не могу, девочки, это эффект. Причем на разных подложках он будет вам давать разный цвет. Давайте нанесем второй слой, хотя для них второго слоя не нужно. Девочки, пигментация это не даст. Вы не сможете этот цвет нанести как цветник сам по себе. Он будет очень прозрачный. Он эффект. И да, система Суаков это растворимая система, девочки. Поэтому, кому хочется такой эффект в гель-красках, это гель-лактик Лунар Бриллиант. В гель-лаках это Хэппинис. 151. Девчонки, это бежевый теплый моккоцвет с внутри с шиммером. Причем не перламутровым шиммером, а таким просто искристым. Очень подойдет невестам. Этот маникюр можно будет назвать айвори. Он уже как эффект у вас работать не будет. У него очень хорошая плотность даже на один слой. Кисточка с этой консистенцией работает прекрасно. Пигментация вау. Давайте сейчас нанесем минимальный второй слой. Кисточка хорошо плющится с этой консистенцией. Я вам уже говорила, что в тортесо вот эти вот помененные кисти мне достаточно нравятся. Они хорошо заходят в синусы и хорошо плющатся. На второй слой цвет божественный. 152. Это предпоследний цвет этой коллекции, девчонки. Это псево-псево-псево розовый с таким же шиммером, как и предыдущий цвет. Он тоже не работает эффектом, девочки. Даже не думайте. Наносим минимально средний. Не знаю, как вам сказать, но вот этот цвет достаточно козлистый на руках клиента. Я им тоже поработала. Не знаю. Вроде бы он и хорош, но вы знаете, он не самовыравнивается. И если где-то вы про брони поездите, у вас тоже будут ребра. Давайте его продублируем. Я буду дублировать минимальным набором на кисть. Видите, да? На кисти он такой розовый-розовый. А на ноготочке эта розовизна пропадает, потому что этот пигмент рассеивается. У него очень ненавязчивый розовый цвет. Очень приятный. Тоже подходит к свадьбе в стиле айвори. Вот такой красавец. И последний цвет данной коллекции, девочки, это 153. Ну, что вам сказать, девчонки. Это еще один более розовый, уже псево-псево-псево поросячий цвет с таким же шиммером. Давайте его нанесем. Он имеет более яркий розовый оттенок, но не такой прям убийственного цвета, как в тюбике, девочки. В тюбике все-таки концентрация. И также оставляет небольшие полосы, если у вас будет кривое выравнивание. Работайте с этими цветами аккуратнее. Давайте его продублируем. Я буду дублировать вообще фактически минимальным слоем на кисточке, девчонки. Сильно розовый такой, как во флаконе, он не станет. Но то, что он станет более поросячий, чем предыдущий его товарищ, это точно. Вот такой вот красавец. И вот перед вами шесть оттенков коллекции Тортисо Хэппинис. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, тут есть однозначно один полноправный владельцы Ситула. Не гель-лак, а просто эффект. Да, это 150. Я еще раз напоминаю, что с данным именно эффектом мы с вами встречались в гель-лактиках коллекции гель-красок гель-лактик Лунар. По поводу 148-го спорно, но я бы тоже его отнесла к разряду эффектов. 149-й самый козлячий цвет из данной коллекции, да, именно по нанесению, потому что это чисто белый перламутр. Ну, а 151, 152 и 153 это потрясающие, достаточно хорошо пигментированные оттенки для невест, которые не любят классический белый френч для своих каких-то торжественных мероприятий или свадеб. В общем, девчонки, коллекция имеет место быть. Больше всего, конечно же, мои фавориты это 151 и 152, так как эффекты такие как 148-150 у меня есть в гель-красках гель-лактик Лунар. Выбирать, конечно же, вам моих фаворитов вы знаете, а ссылку где купить оставлю в боксике под видео. С вами была Юлия Лапшина, Нейлмастерская Чушевский Кот. С вас палец вверх или вниз, короче, обратная связь. И еще не забудьте при подписке на канал, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новинках на моем канале. Всем прям мои ногтевые феечки. Субтитры сделал DimaTorzok